Страховка – дело полезное и весьма распространенное среди путешественников. Но что делать, если ты собираешься в путешествие настолько опасное, что ни одна страховая компания за тебя попросту не берется? Готовы? Готовы! Готов! Запуск двигателя через три! Два! Один! Привет! Меня зовут Виктория Мельник, и сегодня мы поговорим о самом креативном способе страхования собственной жизни. Так вышло, что США не страховало жизни первых астронавтов, высадившихся с борта Аполлона-11 на Луну. Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Элвин Одрин были обеспокоены жизнью своих семей в случае катастрофы и в частном порядке обратились к некоторым страховым компаниям. Те предложили не более 50 тысяч долларов на человека и заломили такой страховой взнос, что ни один астронавт со своей зарплатой просто не смог себе этого позволить. Отказать? И мне не выплатят по-п-по-по-по-по-по-по-лису, но в нем все предусмотрено. Староховщиков, убежденных в том, что экспедиция к Луне имеет высочайшую вероятность гибели, можно понять. Ведь назывались цифры от 16 до 24 процентов. Да и случай риска в мировой практике и вправду был беспрецедентным. Лишь две локальные фирмы в Хьюстоне согласились выплатить полисы на небольшие суммы семьям пострадавших. В любом случае, если мы все погибнем, наши фотографии и автографы несколько подорожают, верно? Так рассудили астронавты и, посовещавшись, оставили несколько сотен своих фотографий, предварительно снабженных автографами, у своего общего знакомого. Этот человек в случае катастрофы должен был на пике информационной волны распродать все фотографии и вырученные средства передать семьям астронавтов. Креативно, не правда ли? Благо мы знаем, что в итоге все закончилось хорошо. Ну вот и все. А это была Виктория Мельник. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк. Чтобы не пропустить новые ролики, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok